30 декабря, в канун Нового года, когда весь народ уже томился в ожидании большого праздника, на электронном аукционе появляется сразу два судьбоносных для Казани лота. В новогодние праздники водоканал решил определиться окончательно и со строителями сооружения для завода по переработке иловых осадков, и с поставщиками оборудования. Срок рассмотрения заявок от фирм составил 15 дней, 10 из которых, как известно в России, были выходными. В итоге на аукцион поступили всего две заявки от двух фирм, которые безоговорочно и беспрекословно были признаны победителями конкурса. Контракт на более чем 700 миллионов рублей на строительство помещения водоканал по итогам тендера будет заключать с компанией ПАО «Томск Газстрой». А поставку технологического оборудования для объекта почти на 750 миллионов рублей будет осуществлять фирма АО «ГМС Нефтемаш». Конкуренты, которые просто оказались в неведении, в действиях руководства муниципального предприятия заподозрили нарушение антимонопольного законодательства и подали жалобу в федеральную антимонопольную службу. Конкурсная документация содержит положение, представляющее преимущественное право участия в конкурсе одной барабанной технологии сушки, которую представляет «ГМС Нефтемаш» и ограничивает участие в данном конкурсе технологии других компаний. Как оказалось, дело не только в коротких сроках. Многие конкурсанты, желающие побороться за право построить новый завод, выбыли из тендера еще на старте по весьма непонятным причинам. В проектную документацию, которую для водоканала разработала фирма «Ростовводоканалпроект», были заложены конкретные технические параметры заранее определенной технологии. Хотя поисками лучшего технологического решения специалисты энергетического университета занимались несколько лет. В итоге была проведена внушительная экспертная оценка четырех альтернативных технологий по 19 параметрам. Здесь было учтено все. И стоимость реализации проекта. Есть ли у компании уже работающее собственное производство. И имеется ли экологическая сертификация на конечный продукт. Согласно вот этой таблице, фирма, которая в результате выиграла тендер, а это компания ГМС «Нефтимаш», владеет незавершенным циклом переработки. То есть иловый осадок, в отличие от конкурентов, может только высушивать, а не утилизировать. Не является производителем оборудования, у нее нет собственных производств и, что немаловажно, не имеет научно обоснованных подтверждений экологической безопасности конечного продукта. То есть нет экологического сертификата. Но, тем не менее, водоканал по неизвестным причинам решил, что это лучшее, что можно было бы предложить жителям Казани. Технология должна быть, а, надежной, б, недорогой, потому что у нас есть рост тарифа, б, устраивать по всем экологическим стандартам. ГМС «Нефтимаш» не является производителем оборудования по сушке осадков сточных водоканалов. Не является. Появляется какая-то новая компания, которая не защищала свой проект, которая не показывала эффективность оборудования, которое она хотела бы поставить сюда, в Казань. И она выигрывает все тендеры. Она будет строить новый завод по технологии, от которой все уже давно отказались. Ну, здесь явно торчат чьи-то уши. Возможно, это просто совпадение, но факт остается фактом. Все фирмы, выигравшие этот тендер, являются звеньями одной цепи. Так получилось, что контракт почти на полтора миллиарда рублей получили компании, аффилированные с одной бизнес-структурой. И разработчик проекта будущего завода «Ростовводоканалпроект», и поставщик оборудования ГМС «Нефтемаш», и строитель сооружений ПАО «Томск-Газстрой» являются фирмами, входящими в группу компаний ГМС. В поселке Атары, где как раз и находятся иловые карты, в этом году особенно снежно. Иловые поля основательно уже замело снегами, но местные жители на все это белоснежное великолепие смотрят без особого энтузиазма. Ведь через несколько месяцев снег начнет таять, а обильное половодие для этой местности представляет серьезную угрозу. Проблема иловых полей нарастает, как снежный ком. Участники экспертной группы в полном недоумении. Как ГМС «Нефтемаш» мог оказаться победителем? С чем связан этот выбор водоканала? Почему городское муниципальное предприятие, существующее за счет коммунальных платежей, которые, по сути, его кормят, выбирает весьма сомнительную, по мнению экспертов, технологию? Ведь компания ГМС «Нефтемаш» иловые осадки предлагают только высушить, то есть уменьшить их в объеме. Ни о какой дальнейшей утилизации речь не идет. Речь идет только о сушке, да, в данном случае? Да, речь идет сейчас о термообработке осадка. То есть сушка – это простое. А сушка условно там, она не решит проблему, так как появляется другая проблема – размещение этих высушенных осадков. если их размещать на полигонах, их нельзя там размещать, так как они, во-первых, пожароопасны, во-вторых, никто ничего не опробировал, не пробовал их размещать в влажной среде. Что с ним происходит с этими иловыми осадками? Почти за полтора миллиарда рублей в Казани будет построен завод, не решающий глобальной проблемы иловых полей. Тогда как среди претендентов были фирмы, готовые за эту же сумму иловый осадок не только высушить, но и термоутилизировать, то есть, проще говоря, сжечь на специальных экологически сертифицированных установках без вреда для окружающей среды. А вот уже полученную золу использовать в народном хозяйстве. Термически необработанный иловый осадок, который, как известно, по своей природе является обычными фекальными отходами, даже в высушенном виде, в открытом воздухе размещать нельзя. Это понятно даже школьнику из курса биологии. Биологическая масса под воздействием влаги может вновь набрать объем. Мы говорим высушивать. Мы же всю эту грязь, всю токсическую начало, мы же оставляем. Куда девать? Тогда захоронять. Это окажется дороже. Я думаю, зачем нам еще подземную воду загрязнять? Тех же токсинов, тех же металлов. Зачем идти по этому? Это просто никуда. Путь никуда. Но пока никакие доводы специалистов не могут повлиять на ход разворачивающихся событий. На днях природоохранная прокуратура руководство МУП водоканала направило предостережение. По информации Министерства природы России материалы по новому проекту на государственную экологическую экспертизу в Росприроднадзор не поступали. Экспертизу, которую должны были провести еще на проектной стадии, а технология уже выбрана, тендер проведен, результаты известны. В соответствии с федеральным законом это нарушение влечет за собой привлечение к административной ответственности. Ельзира Юзаева, Хамид Шамсеев и Роман Безменов. Семь дней.